всем привет знаете куда мы сейчас едем мыть машину у нас городе несколько таких станций для мытья машин где-то около пяти штук ну не считая автозаправочных станций но мы поедем на мойку самообслуживания поэтому до встречи сейчас всем привет мы сейчас будем мыть машину сначала надо купить жетоны для того чтобы ее помыть ну пойдем у меня есть 10 евро они сначала 10 евро этих раза поменять надо давайте это сделаем выбираем 10 евро так вот мы получили жетончики этого нам хватит где-то на дня три одна мойка одна мойка стоит один жетон вот будем мыть по очередности я всегда мою все полностью вот посовываем жетон все и берем шланг первое нажимаем это против всяких инсектов и начинаем мыть вот 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 одного жетона обычно хватает на полностью машину если в таком быстром темпе быть это вот после против ножек комаров всяких вот там прилипших заразы вот это вот называется пена 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 вот сейчас покажу очень интересная вещь закидываем нажимаем это красный шланг вот смотрите как он выпал жетон выпал вот теперь нажимаем пену закидываем и смотрим и смотрим medicine это пена она полностью покрывает машину по идее потом делать ничего не надо просто смывать но я еще пропавлю щетку Я как-то ее растираю, и эту пену тогда получается очень даже неплохо. Вся машина в пене. Плохо, да? Что делаю я обычно потом? Я потом беру щеточку и ее растираю. Можно, конечно, щеточку с пеной еще сделать, но зачем, если эта пена уже есть. Можно просто щетку растерить и все. Экономит один жетон. Эта мойка мне очень нравится. Чисто получается, машина вообще блестит. И пахнет самое главное. Знаете, шампунь вообще обалденно пахнет. Это новая мойка. Так вообще я мою дом в основном. У меня есть, как бы, Керкер. Ну, другой фирмы, но все его называют Керкер дома. Вот. Я его машину. Ну, захотел вам показать, как здесь иногда мою. Ну, и даже мне нравится иногда здесь мыть. Потому что дома, конечно, такого результата не придешься. Здесь все-таки шампуни такие вот специальные для машины. А так вообще вот сзади у нас есть мойка, которая автоматическая. Но там дорого? Да. Там дорого. Я уже вот сколько, получается, второй жетон закинул. Да, это 2 евро. 2 евро. Ну, посмотрим, что дальше. Третий жетон – это мойка под давление. Поперем. Убираем. Убираем. По первому. Так, машинка немножко скверки. Но это ничего страшного. Потому что у нас есть еще один режим. Это смывание этой фены. И пошел четвертый жетон. Ну, вот и все. Пенка в основном смылась, да? Но я не останавливаюсь на этом. Я вам всем рекомендую вот этот режим Titanus, он защищает краску, так что давайте его сделаем. Пятая река. Действительно хорошее, хорошее средство. Уже убедился, не первый год победитель седьмой, моете уже второй год, и когда моете этим средством, намного дольше ваша машина чище. Чище и все-таки какие-то, могут быть краски, как говорится, да? Оно его каким-то волшебным образом защищает, машину обстарапит. Держи, медведь и краска, губернатор, губернатор. Держи, медведь и табрица. и сейчас по мне, на автографии в Кострюме, углубленный рост, находящийся cross- promovade реставрация и инвалидный реставрация шестой жетон за 6 евро полностью помыть у машины, то есть фракционально, надо нам здесь делать помыли машину, хочу уточнить, что я использовал не 6 жетонов, а 5 ну скорее всего вы это заметили, немножко ошибся ну вот 5 жетонов хватает для того, чтобы помыть прям профессиональную машину прям вот что со всеми режимами, получается 5 евро ну как говорится, я не жалуюсь, мою машину не так часто где-то, ну если один раз в 3 месяца я ее помою, ну я и двигаюсь мало на машине потому что в основном на машине мы ездим в магазин я на работу ездил на машине, вот, далеко на работу мне ездить не надо потому что я работаю в Баварском Красном Кресте как скорее всего вы уже знаете и находится моя работа прямо в городе чем очень мне повезло потому что остальные люди у нас в Германии работают ну, в те-нибудь других городах вот, до этого, к примеру, я работал на заводе БМВ это было в Дингофинге вот, и, ну, опять же, в Дингофинге я работал, мы ездили на автобусах так, в основном, промыть ее машину это очень хорошо 5 евро достаточно, как говорится так вообще я мою дома машину в основном, ну, вот, когда вот загрязнится, там, плохая погода и так далее, слякоть ну, сами понимаете а, насчет вот этой большой мойки, которую я вам показывал мою обязательно зимой зимой мою, почему? потому что соль, которую у нас нещадно прямо, очень много ее бросают вот, и соль, конечно, портит нищие машины а большая мойка, она промывает и снизу вот, ну, тоже не часто, где-то, ну, один раз может быть, за зиму я помою внутри вот, 20 евро, то, что я сказал 20 евро, это стоит полное мытье машины то есть, со всеми, со всеми, вот, как вот сейчас я вручную помыл да, у меня вышло 5 евро вот, а 20 евро стоит в автоматическом режиме также вы можете пропылесосить там отдельно пылесосы стоят, они уже бесплатные внутри вот, за них платить не надо там, получается, 15 минут дается тебе на того, чтобы пропылесосить ну, ты даже дальше можешь продолжить вот вот, бывают иногда скидки на этих больших станциях бывало, вот, недавно, что 15 евро было вот, ну, небольшие такие вот есть несколько режимов это вот, если полностью помыть, там, 20 евро если просто помыть шампунью, то там выходит 12 евро вот, ну, дороговасенькая, дороговасенькая конечно, лучше помыть ее самому оно дешевле выходит вот ну, до новых встреч если понравилось видео, ставим лайк подписываемся буду в основном вести мой блог, как говорится, про Германию про жизнь здесь про мою работу вот, у меня подготавливается фильм ну, как фильм фильм, это сильно сказано, конечно мне еще в монтажу учиться и учиться вот, ну, рассказ о моей работе работаю я ретунг-санитетером все расскажу, все покажу как только будет сделан фильм все, до новых встреч и пока и это пока Продолжение следует...